Думская ТВ продолжает работу в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Я уверен, что город Одесса, а также окрестности и область нравятся очень многим людям. Поэтому так много туристов у нас каждое лето. Но сейчас вне сезон взгляды на наш регион обратили только НАБУ и СБУ. Сотрудники службы безопасности Украины установили, что ряд компаний из Одессы незаконно присвоили за два года более 100 миллионов гривен при выполнении подрядов на строительство и ремонт автодорог. Об этом мы поговорим. У нас в гостях Игорь Бычков, руководитель общественной организации Открытое общество Украины. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем начнем разговор, напомню телезрителям, вы также можете высказать свое мнение по этому вопросу. Опрос звучит так. Компании, укравшие 100 миллионов гривен, на ремонте дорог будут. Три варианта ответов. Наказаны. Не верю в правосудие. Откупятся. Ну и давайте начнем наш разговор с небольшого информационного материала, который подготовили наши корреспонденты. Прошу вывести сюжет на экраны. Финансовые махинации на 100 миллионов гривен за два года. Такой материальный ущерб государству нанесли одесские фирмы во время ремонтных дорожных работ в Одесской области. СБУ выяснило, что во время государственных закупок владельцы и топ-менеджмент компаний ради получения контрактов шли на сговор с организаторами и существенно завышали стоимость работ и материалов. Это указано на официальном сайте ведомства. Кроме того, судом доказано уклонение предпринимателями от уплаты налогов в размере 5 миллионов гривен. Антимонопольный комитет наложил штрафные санкции на компании в размере 37 миллионов гривен. В ближайшие три года эти фирмы не смогут принимать участие в публичных закупках. Согласно оценке экспертов, некачественное выполнение дорожных работ повлияло на безопасность транспортной инфраструктуры. Напомним, стоимость ремонта моста на трассе Одесса-Рени пересмотрели в сторону увеличения на 47%. Продолжаем разговор и повышаем сразу уровень знаний об этой проблематике. У нас на телефонной связи Олег Варивода, начальник службы автомобильных дорог Одесской области. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились к нашей беседе на телеканале Думская ТВ. И сразу хочу попросить у вас, можете как-то прокомментировать вот эти претензии СБУ? Честно говоря, я читал что-то подобное в интернете, местная сцена неизвестна, потому что это не касается работы нашей службы. И, честно говоря, мне неизвестно о каких подрядных организациях и по каким контрактам, собственно, идет речь. Поэтому мне очень сложно комментировать, что имеется в виду. Работы на трассе Одесса-Рени выполняли одесские компании? Это не касается работы Одессы-Рени, я вам еще раз говорю. У нас в службе нет никакой информации о том, что, понимаете, если бы СБУ проводило какие-то следственные мероприятия, это бы проводились какие-то обыски, выемки службы, опрашивались бы должностные лица службы. Ничего этого не было, поэтому я думаю, что это просто какой-то кто-то что-то слышал, кто-то где-то не там сказал. И как обычно у нас это бывает? Обычно СБУ так не реагирует, в общем-то, своими заявлениями, поэтому хотел уточнить, как часто в своей... Скажите, вы видели официальный текст этого заявления или вы все-таки читаете новость? К сожалению, я не видел, здесь вы совершенно правы в этом замечании. Я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, в своей профессиональной деятельности, как часто вы сталкивались с тем, что подрядчики завышают цены? Знаете, я не уверен, я не могу говорить об остальных, я могу говорить о работе нашей службы в Одесской области. У нас все достаточно просто и прозоро, как говорится на сегодняшний момент. Мы все ремонтные работы обязательно делаем по проектам, которые проходят государственную экспертизу. Государственная экспертиза проектов включает проверку не только технической части, но и светной части. Государственный институт дает свое заключение, насколько цены, заложенные в том или ином проекте, соответствуют рекомендуемому государству. После этого эта цена выставляется на аукцион в прозоро, и от этой цены участники этого аукциона, в общем-то, уже понижаются их ставки для того, чтобы выиграть тот или иной контракт. Поэтому в нашей части здесь все достаточно просто, прозрачно, объяснимо и доступно. Олег, ты я правильно вас понимаю, то есть с момента, когда вы, будучи главой РГА, приходили в службу автомобильных дорог в Одесской области и говорили о незаконных тендерах, все изменилось с того момента, как вы возглавили эту службу? Ну, в общем-то, изменилось не только потому, что я возглавил, но еще помимо того, следует не забывать, что службу я возглавил в июле 2016 года, а закон о прозоро вступил, насколько я помню, в конце августа 2016 года, и поэтому манипуляции, так скажем, сценами, когда сам заказчик определял, какого подрядчика выбрать, и мог это делать, грубо говоря, выковыряясь носу и каким-то своим внутренним убеждением, они давным-давно прошли, и сейчас это все доступно, это можно посмотреть в реальном времени, это все осуществляется путем выбора, то есть сам заказчик уже не влияет на выбор подрядчика, то есть подрядчик загружает свои данные в компьютер, в прозоро, и это делается автоматически, они сидят, потом понижают ставки, и служба не имеет никакого отношения к этому, и, соответственно, победителя аукциона тоже определяет автоматически, согласно подданным заявкам по ценовым предложениям. Олег, ну и для окончательного понимания ситуации, за счет чего тогда на 47% возросла стоимость работ на трассе Одесса-Рени? На трассе Одесса-Рени или на мосту Паланка? Не слышу вас. На трассе Одесса-Рени или мост Паланка? Мост, мост, мост. Потому что по трассе Одесса-Рени у нас экономия по тем контрактам, которые были заключены в прошлом году, составила, если я не ошибаюсь, около 60 миллионов гривен. Что касается моста Паланка, то основная стоимость, почему произошло это повышение, мы вчера с вами разговаривали о том, что пришлось нам сделать дополнительные изыскания, связанные с определением грунтов. Это часть, это, собственно, стоимость этих дополнительных изысканий. А основная и главная часть повышения, в общем-то, стоимости, это удорожание материалов и повышение уровня заработной платы. И сколько стоил один километр дороги, трассы Одесса-Рени? Я могу сказать среднюю стоимость, потому что от участка до участка она менялась. Если я не ошибаюсь, порядка 12-13 миллионов гривен за один километр трассы. И, понимаете, говорить о среднем стоимости километра, это примерно, ну вот, оно аналогично, как средней стоимости, вернее, средней температуре по больнице. Потому что на стоимость километра влияет и категория дороги, и вид ремонта. И больше правильнее говорить о стоимости квадратного метра, понимаете, применительно к тому или иному виду ремонта с тем или иным перечнем обязательных работ. Потому что текущий средний ремонт, например, на коды Мобалка и текущий средний ремонт, такой же текущий средний ремонт на трассе Одесса-Рени разнится просто на порядке. Потому что на трассе коды Мобалка не делался ресайклинг, то есть замена основания на трассе Одесса-Рени делался ресайклинг. И, соответственно, это влияет на стоимость. Поэтому, если мы говорим о средней стоимости, вот я же говорю, это то же самое, что средняя температура по больнице. Ну и последний вопрос. Какие все-таки компании ведут работы на одесских дорогах в области? На одесских дорогах в области ведут компании. Вам их перечислить по памяти или количество назвать? Основные, самые крупные, давайте. Самая крупная автомагистраль ЮКО, это одна из крупнейших компаний в Украине, которая ведет деятельность не только в Одесской области, но и во многих регионах Украины. В Тривовске, Пропитовске, Харьков. Росборстрой, который также ведет в Николаеве, в Запорожье, не знаю, в Днепропитовске, по-моему, тоже. Прервалась, по-моему. Региональная, она дальше Одесская область. Она работает в городе Одессе и в Одесской области. Компания «Березовка Агдаш-Шлях-Буд», которая тоже является региональной работой в Одесском регионе. Компания «Автодор», это Ильичевская компания, которая начала работать с прошлого года. Мы постоянно расселяем, в общем-то, перечень компаний. Мы должны понимать, что для того, чтобы привлечь свою компанию в регион, и чтобы она начала работать, то она, как минимум, в этом регионе должна поставить асфальтный завод, потому что работать без наличия асфальтного завода, без наличия собственной базы просто невозможно. Нельзя прийти с улицы и сказать, что вот мы хотим, потому что это будет просто физически невозможно. А поставить асфальтный завод, даже самый простой асфальтный завод стоит 1 миллион долларов. Мы понимаем, что не каждый человек, не каждая компания может поместить эти затраты. А помимо асфальтного завода нужна специальная техника, которая тоже стоит достаточно крупных денег. Поэтому мы видим в Украине, что многие компании работают регионально, потому что они финансово не вытягивают работать в нескольких регионах. В нескольких регионах у нас в Украине работают, наверное, в таких компаниях всего. Олег, услышали вас. Благодарим за то, что присоединились к работе телеканала «Думская ТВ». Олег Варивада, начальник службы автомобильных дорог в Одесской области, был у нас на телефонной связи. Игорь, давайте начнем с вами все-таки разговор. Прозор, аукционы, СБУ. Насколько вообще все это связано? Насколько работают первые два пункта? Прозор и аукционы. Ну, вы знаете, они, конечно, работают, но, на мой взгляд, работают недостаточно эффективно. Потому что, к сожалению, я вынужден не согласиться с господином Варивадой. Или Варивада, я извиняюсь, дам склонение. Потому что мы сталкивались с тем, что, проходя формально процедуру и тендера, и потом оценки, в том числе вот этой государственной структурой, в результате все равно получается завышение переплаты по этим тендерам в среднем в два раза. И как это получается? Это то, что происходило по Одессе. Ну, вы знаете, формально, мы делали запрос, вот, допустим, вот этот институт, вернее, наше управление, которое занимается оценкой, проверкой тендеров, тендерной документации. И нам говорят, что формально, ну, все, в общем-то, соответствует действительности. Где деньги берутся? Да, когда мы начинаем сравнивать потом просто коммерческие предложения, сразу возникают вопросы, вот, что есть цены существенно дешевле. Другое дело, что эти компании с этими ценами не принимали участие в тендерах. Когда им задаешь вопрос, почему вы не участвуете в тендерах? Одесситы, они просто уходят в сторону, ну, не рискуют, скажем так, вмешиваться, да, в эти процессы. А иногородние говорят, что все сделано так, что мы не можем принимать участие в этих тендерах. Они пишутся под конкретные компании. Ну, с другой стороны, логика в словах Олега Варивады есть касательно того, что для того, чтобы работать в регионе, необходим асфальтный завод. Да, что касается работы в регионе, тут трудно спорить, в общем-то, с тем, что говорил, ну, предыдущий выступающий. Мы больше контролируем и интересуемся ситуацией именно у нас в Одессе. И вот, в частности, господин Варивада называл компанию «Росдорстрой», которая является у нас в Одессе одним из основных, наверное, подрядчиков компании, которая получает… Потому что у нее есть техника, у нее есть возможности, у нее есть активы, есть люди. У нее есть техника, у нее есть возможности, и эти возможности зачастую выражаются в том, что и заказчиками работ, и исполнительными работ являются примерно, скажем так, одни и те же люди. Ну, то есть, все же знают, что компания… Я не знаю представителей «Росдорстроя», управителей «Росдорстроя», которые, к примеру, принимают такие решения. Ну, мы знаем, что компания «Росдорстроя», она имеет, в общем-то, достаточно близкое отношение к некоторым депутатам Одесского городского совета. Кого вы имеете в виду? В данном случае имею в виду Юрия Шумахера. Вот, либо, в общем-то, аффилирована и с нашим действующим на сегодня мэром Геннадием Трухановым. Но ведь это недоказанный факт. Не доказанный, что он является конечным бенефициаром? Нет, потому что там возникают компании на Британских островах, ну, в общем-то, которые своих конечных бенефициаров, но не всегда показывают. Интересно, компания, которая зарегистрирована на Британских островах, кладет асфальт там же? Не знаю. Насчет Британских островов не скажу. У нас в Одессе, в общем-то, как вы видите, дочернее подразделение этой компании кладет и достаточно успешно. Ну, с точки зрения потраченных средств. Что касается Служб безопасности Украины, насколько эта информация, которая сейчас действительно муссируется в средствах массовой информации, соответствует действительности? Действительно ли СБУ сейчас взялось за этот скандал? Или это просто вброс, опять же, спецслужб украинских? Вы знаете, я так же, как и вы, не видел официальных документов. Это раз. Второе, меня немножко, конечно, удивляет. Эта ситуация, можно сказать, что СБУ, если это так, перехватило где-то эстафетную палочку у НАБУ. И если это произошло, то достаточно интересно, почему. Потому что, к сожалению, на сегодня Служба безопасности Украины, ну, не совсем самостоятельная организация. Во всяком случае, не настолько, насколько нам бы хотелось. К слову, почему Служба безопасности Украины занимается коррупционным вопросом? Ну, теоретически можно предположить, что прибыль выводится на те же острова, а это является защитой экономических интересов Украины. Поэтому СБУ не может быть. Это если разговор идет о Росдорострою, ведь не указано, о каких компаниях. Да, не указано. И мы ждем, мы ждем, когда этот список, в общем-то, появится. Хотя, с большой долей вероятности, я могу сказать, что, наверное, эта компания там все-таки будет фигурировать. А вот почему это произошло, это интересный вопрос. Можно, опять же, предположить, что это связано с затянувшейся, в кавычках, командировкой нашего мэра. Что первичное, командировка или СБУ? Ну, вопрос не ко мне. Ну, как вы считаете? Я думаю, что в начале командировка. Как вы считаете, будут ли реально наказаны подрядчики, которые проводили эти махинации, и, главное, люди в управлении, с которыми они договаривались? Я могу считать все, что угодно. По фактам, к сожалению, в Украине на сегодня практически не было ни одного прецедента, когда реально такого рода дела были доведены до суда и до наказания. К сожалению, но так. Почему? Потому что это плохо идет следствие или нет антикоррупционного суда? Ну, кстати, с точки зрения инструментов, да, нет антикоррупционного суда. Потому что на сегодня НАБУ, при всех своих плюсах и минусах, они проводят следственные действия, да, и они доводят дело до суда. И, к сожалению, в наших судах, тех, которые есть на сегодня, эти дела разваливаются, мы это видим. И вот создание антикоррупционного суда, который, может быть, будет работать в паре, да, вместе с тем же НАБУ, возможно, и дало бы уже ситуацию, когда преступление, в конце концов, закончилось бы наказанием, да, скажем так. Поэтому, может быть, и до сих пор этот антикоррупционный суд и не создан, потому что уж больно чревато. Потому что наказание смогут в результате понести лица, занимающие далеко не последние места в украинском государстве. Понесут или не понесут? Это, кстати, наш вопрос. Давайте подведем сейчас итоги. Вы последние проголосовали. Откупятся, не верю в правосудие, или будут наказаны? Вы знаете, только пессимистам. Только три варианта. Ну, а итоги этого дня подведет Ксения Терзи. Мы же прощаемся с вами до завтра, ровно в 15.00. Начнем работу в прямом эфире. Оставайтесь с Думской ТВ, им будет интересно. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова